Сегодня у нас, несмотря на жаркую погоду в столице, тема очень такая, она была в некоторой степени отдельными такими эпизодами дана и на сайте, и в нашем с вами вебинарах прошлого года, но тем не менее, вот такую тему мы решили объединить и дать общим планам. Поэтому именно профилактика нарушения настроения, депрессии, снижения памяти и интеллекта является одной из тех проблем, которые обычно люди не придают особого значения. Ну что такое плохое настроение? Настроение обычно так говорят, плохое настроение это просто такой эмоциональный фон жизни у человека. А между тем, как раз вот сбалансированность этих форм настроения отрицательного и положительного, мы еще вернемся, как они правильно называются в психологии, как раз и представляют собой такое сбалансированное, хорошее, как мы говорим, настроение, отвечает за то, что как у нас происходят психические процессы в коре головного мозга. И во всем организме в целом, и это настроение отражает состояние и целого организма, и центральной нервной системы. Поэтому обращать внимание на малейшие колебания настроения, конечно, следует. Естественно, эмоциональный фон, который характеризует наше настроение, оно может разделиться на как положительное, так и отрицательное. К положительному мы, естественно, относим такие черты нашего настроения. Веселое настроение, жизнерадостное, повышенное. А вот отрицательное, грустное, подавленное и пониженное, к сожалению, встречается не так редко. И люди считают, что они просто устали. Устали от работы, устали от каких-то семейных треволнений. А между тем, именно отрицательное или положительное настроение может отражать не только устойчивость нашего эмоционального фона, но в том числе и говорить о том, насколько наш организм устойчив и имеет положительную настроенность к меняющимся условиям внешней среды. Потому что как раз наше здоровье, его сбалансированность, что называется внутренняя гармония центральной нервной системы, внутренняя гармония нашего организма и составляет как раз ту самую положительную черту самоощущения здоровья и хороших потенциальных сил и положительной энергетики, это как раз то, к чему мы должны стремиться в своей повседневной жизни. Ученые давно уже интересуются, как связано наше настроение со всеми нашими внутренними процессами, как это все происходит, естественно. Но первое, что мне бы хотелось сказать, когда мы уже перейдем к виновникам плохого настроения, немножко пояснить, почему настроение может быть хорошим. Кто отвечает в нашем организме, какая часть за производство так называемых гормонов счастья или гормонов радости. Вы довольно часто слышите эти выражения, они могут называться не гормонами, а просто веществами счастья и радости. Эти вещества вырабатываются, почему их назвали гормонами? Поскольку они вырабатываются именно гормонными железами. Получили они название тех самых гормонов, поскольку это белковые гормоны, это нейропептиды, говоря медицинским языком, это эндорфины и энкефалины. То есть вещества удовольствия, вырабатываемые гипофисом и гипталамусом. Или как чаще всего мы объединяем их с еще одной железой, шишковидной железой и даем общее название центра удовольствия. Таким образом, радость нашего и хорошего настроения отражает степень правильности работы этих подкорковых структур. Помнить гипталам, гипофизерная система и шишковидная железа. От шишковидной железы зависит сон человека. Если вы не выспались, то проснулись с плохим настроением. Гипталам, гипофизерная система вообще сложнейшая система, поэтому по поводу только лишь гормонов счастья, это ничего не сказать о гипталам, гипофизерной системе. Это высший нервный эндокринный, то есть гормональный центр. Это еще не значит, что если у человека случился климакс, или он постарел, или есть какие-то гормональные отклонения, поскольку гипталамус отвечает и гипофиз не только за уровень психического настроения, но и определяет все активные гормональные ингредиенты, которые мы имеем, включая щитовидную железу и половые железы. То есть в период климакса, когда его активность слегка притушивается, но это еще не значит, что мы можем позволить себе иметь слабый гипталамус и гипофиз именно в плане вот такой стимуляции психической деятельности. Если мы повысим активность в крови, которые будут вырабатываться эндорфинами и энкефалинами, это в виде вот этих ингредиентов, которые стимулируют процессы настроения, и в то же время подбадривать шишковедную железу, которая отвечает за правильность всех фаз сна. Вы прекрасно знаете, фазы сна бывают разные, и также гиппессонница бывает разная. Человек может засыпать быстро, просыпаться посреди ночи, потом засыпать только в утренние часы и встают разбитые. Психи физически – это уже разбитость ощущения всего организма и разбитое ощущение психики. Представьте себе психику, интеллект и память у человека, который не выспался. Я думаю, представлять даже ничего не надо, каждый это пережил. Поэтому вот те программы, о которых мы сегодня с вами будем говорить, они касаются не просто вспомнить фамилию той певицы, которая в данный момент поет на экране, это совершенно не обязательно, и не вспомнить, зачем вы пришли, на кухню, это короткая память, мы говорим о том, чтобы восстановить равновесие между двумя важнейшими частями нашего тела. И это центральной нервной системой, даже тремя подкоркой и организмом как таковым. Чаще всего, вот перед вами прямо сразу стоит программа, которая подразумевает восстановление и производство именно гормонов хорошего настроения и восстановление состояния радости. Радость имеется в виду не буквально, что все веселятся, смеются, так чаще всего бывает у детей, у которых подкорка сбалансирована от природы, а именно осознанная программа, которая, да, действительно, вы посмотрите, она довольно длинная, не так просто восстановить баланс выработки веществ радости, равновесия и удовольствия, если так можно сказать. Вы видите перед собой аж 20 дней, и это только один блок, а далее после двухнедельного перерыва вы опять восстанавливаете. И этим вы сможете чуть-чуть улучшить свое состояние, даже если вам поставили такие диагнозы, как невроз, невропатия, депрессия. Об этом мы будем говорить. У нас есть специальные программы для этих печальных состояний вашего и подкоркового центра, и вообще организма в целом. Но тем не менее первой программы, все-таки перед специальной программой, скажем, антидепрессантной, вы сделаете вот эту программу. А затем уже можете даже без перерыва приступать к программе профильного свойства. Вот так вот выглядит программа. Следующая это у нас программа встановления радости и хорошего настроения для базы Биомидис. Ничего особенного, что в названии программы не присутствует ни коррекции, никаких таких вот лечебных мероприятий. Здесь мы снимаем, с одной стороны, вы видите, нашего обычного врага. Это паразиты, которые, несомненно, принимают участие, потому что следующая программа будет как раз посвящена, как это делают паразиты. Естественно, клетки паразитов при жизнедеятельности, при гибели, особенно когда мы с ними работаем, они вырабатывают токсины, которые отравляют организм и отравляют наше настроение. Люди становятся беспокойными, очень чувствительными ко всяким обидам, никак не могут расслабиться. Эти токсины отравляют, конечно, и вегетативную нервную систему, в частности паросимпатический отдел, который отвечает за расслабление и успокоение. Поэтому здесь очень много всяких причин для того, чтобы иметь не только плохое настроение, но вот и инфекционно-токсическую депрессию. То есть мы должны помнить, что в программах, которые действительно хотят достичь своей цели, восстановить не только эмоциональный фон, но и психику человека, и его полное равновесное и комфортное состояние, должна идти программа очищения от инфекций и токсинов. Конечно, результатом воздействия всяких, вызывающих токсин, аутоинтоксикацию, хроническую интоксикацию, вы должны уже привыкнуть к такому выражению, тогда, когда процесс воздействия токсинов на наш организм становится более длительным, формируется состояние хронической усталости. Человек никак не может отдохнуть. Даже находясь на берегу моря, в приятной такой обстановке, расслабляясь как-то, он вынужден использовать какие-то стимуляторы, которые приводят его в состояние равновесное и снимающее отрицательные эмоции. Но я вам просто не советую делать это, потому что все стимуляторы, которые производятся фармакокомпаниями, антидепрессантами, скажем, алкогольные напитки или другие средства, они возвращают организм через некоторое время, как только заканчивается. Я не говорю про наркотики, это особенность, это вообще дорога к смерти. Поэтому использование химических снотворных с одной стороны или химических стимуляторов с другой стороны, это очень истощает нашу систему, которая буквально истощается энергетически и не в состоянии даже восстановиться, особенно если вам не в 17 лет. Поэтому третий этап нашей программы, он и посвящен энергетическим вопросам. И четвертый – восстановлению энергетики, энергозапасов, энергорезервов, которые тоже идут в радость организму, который всегда очень доволен, когда у него бывают такие вот запасы энергетической жизнедающей энергии. Есть откуда почерпнуть и взять несколько, может быть, дополнительных волн, поддерживающих наше настроение. Ну и, конечно, обязательно сюда же включаются программы подкуроковых структур. Мы их не только стимулируем, но и гармонизируем. Поэтому наше настроение в конечном итоге, пусть через 20 дней, пусть после, с повторением, после месячного перерыва вы обратили внимание, что в предыдущей программе был тоже большой перерыв, и здесь месячный перерыв. Дело в том, что мы имеем дело с довольно сложными, требующими необычные, там, 12-14 дней к перестройке с отрицательного фона, от минуса к плюсу, то вы прекрасно понимаете, что от минуса к плюсу продвинуться довольно медленно может. И караи под коркой соотношения между этими структурами, взаимоотношения между различными системами, все это требует времени. Поэтому второй цикл, который мы планируем провести после, скажем, месячного перерыва, это как раз то, что нам требуется. Как мы уже всегда привыкли видеть себя в том настроении, в котором мы просыпаемся с утра в течение дня, то это, как правило, особенно у людей в зимний период, осенний период, и весной, кстати, бывают такие состояния. Это состояние так называемой осенней, зимней или весенней депрессии. С чем это связано? Ну, прежде всего, с падением энергетических запасов организма. Это первое. И второе. К сожалению, у нас есть особая причина, которая мешает нам именно во все эти периоды. На первый взгляд, это, подумаешь, обычные вирусы. Но, тем не менее, мы не поминаем никаких особых причин и врагов для гипоталангипофизиатарной и нервной системы нашего человека для того, чтобы снизить уровень отрицательной настроенности организма. Но для этого целая бригада вирусов, которую я вам сейчас перечислю, именно их надо будет удалить второй программой из нашего организма. Это, прежде всего, все вирусы герпеса. Я их не стала переписывать, их там очень много. Там есть общая программа против вирусов герпеса. Из всех вирусов выделили цитомегаловирус, который напрямую завязан с нарушением работы гипоталангипофизиатарной системы. Ну и обычные даже вирусы, вирусы кори, коксаки, краснухи, вирусы полиомиелит, так называемые. Вирус поцелуев почему-то его прозвали, потому что он передается этим путем. Поэтому практически все вирусы, кроме респираторных, медленные хронические вирусы, они являются причинами неврозов и различных нервных расстройств. При неврозах человек, в отличие от психозов, всегда сохраняет ощущение того, что вот то, что с ним происходит, это ненормальное состояние. Оно должно быть восстановлено, оно должно быть изменено. Баланс вот этих нервных процессов, которые, я уже говорила, отрицательный положитель, должен быть восстановлен. Никаких у человека в состоянии невротическом не бывает психических таких глубоких отклонений, когда он без критики относится к своему поведению. Я, конечно, понимаю, что если люди достигают тяжелого нервного срыва, то в этом состоянии очень трудно привести себя самостоятельными усилиями в нормальное такое сбалансированное состояние. Но, тем не менее, разорвать этот порочный круг, когда каждый день все кажется все хуже, хуже и хуже, то, что если ваше настроение плохое, то, соответственно, и вечером вы тоже с трудом засыпаетесь и не высыпаетесь. Получается порочный круг. Не выспался, плохо себя чувствуешь, плохо себя чувствуешь, опять не выспался. Поэтому вот этот порочный круг, который чаще всего выражается в дневное время, состояние мастерии, депрессии, страха, каких-то неврастенических приступов, особенно склонны к этому, как раньше считалось в основном женщинами, в последнее время мужчины стали тоже невротиками. У них свои поводы, как они считают, более серьезные, чем у женщины, но за физиологией стоят все то же самое, порочный круг, который создается в подкорке и отражает ваше настоящее психическое состояние. Это не органическая патология в руках психиатра, но тем не менее это продрома и должно вас немножко насторожить, потому что некоторые виды депрессии, например, в начале превращающиеся только в эмоциональные срывы, может закончиться довольно сложными манипуляциями в руках психиатров, которые назначают тяжелейшие препараты, которые мало очень помогают нам вернуться в здоровое нормальное состояние. Поэтому именно биорезонансный наш метод, он во всяком случае совершенно безопасен и никак не позволяет человеку скатиться в пучину какого-нибудь растительного состояния. Вот первая противовирусная программа, собственно, так я ее и назвала, здоровые нервы для аппарата Дельта. Здесь содержится много разных противопаразитарных, противовирусных ингредиентов, которые в течение 20 дней с повторным курсом покидают наш организм, как это делает, и создает нам больше шансов вырваться из того порочного круга, о котором я уже говорила. Аналогичная программа, где всегда видно все хорошо, каждое название вирус как-то, когда часто поступают вопросы у пользователей и на скайп, и на электронную почту, мы прошли, а вот у нас есть базовая антибактериальная программа, можно взять базовую противогерпетическую программу, то есть много существует базовых структур и программ, но в то же время у нас почему-то в плане упрека говорят нам, эта ситуация как раз вроде бы того, вот, а как быть с вирусами в этой ситуации. поэтому чаще всего и правильнее мы берем вирусные программы, вот которые отображены в нашей программе. Конечно, мы их часто выдвигаем рядом с программами более короткими и стараемся даже поместить иногда в отдельный этап, но не всегда это удается. И за счет именно этих программ удлиняется сама программа. Здесь вы видите две программы общих вирусов, первая и вторая, они расположены по именно такому принципу, чтобы каждый этап был прикрыт своей противопаразитарной программой. И второе, что бы хотелось подчеркнуть, это вы видите перед собой те самые проблемы, которые у вас могут существовать на паразитарной основе. нарушение сна, депрессия, депрессия, кстати, двух видов инфекционно-токсической депрессии, то есть антидепрессант представляет собой набор таких небольшого количества, кстати, частот, которые переводят человека, очень хорошо действуют, я на себе пробовала эту программу, она в общем дополненная паразитами детокс, плюс еще тут семь чакр, расслабление, успокоение, все это позволяет вам избегать тех самых симптомов, которые составляли ваш синдром неврастения, это волнение, раздражительность, стресс и прочее. Включить эти программы обязательно, потому что просто поставить две противовирусные программы, на этом успокоиться мы не можем. И опять повторение после двухнедельного цикла, здесь работа с паразитами, поэтому когда мы заканчиваем этот противопаразитарный блок, мы можем себе позволить более короткие перерывы. И вот она депрессия или депрессивный синдром. Это сочетание вот именно тоскливого такого настроения со снижением физической и психической активности. Больные жалуются на слабость, вялость, апатию, бессилие, не видят перед собой никакой цели в жизни, от всяческих желаний вот лежать и даже и лежать некоторым не хочется. В общем жизнь кончилась и так сказать на этом все закончилось. Но с помощью биорезонансных программ мы сможем с вами справиться и с этой программой. Есть еще одно вещество, которое вырабатывается все тем же гипоталамусом. И именно его воздействие, если мы правильно с помощью биорезонанса проактивируем, простимулируем гипоталамическую железу, то мы сможем получить тот самый белантонин, который является гормоном с одной стороны спокойствия во второй половине дня, а с другой стороны это вещество дневного бодрствования, успокоения, снятия неприятных симптомов, о которых вам я сказала. Настоящий антидепрессантом является наше вещество, а не купленное в аптеке. Хотя, может быть, вам может показаться, что это явно недостаточно. А вы попробуйте выполнить такую программу коррекции депрессии, она довольно короткая, 15 дней всего, но тем не менее с недельным стимулирующим перерывом, когда вы можете отдохнуть, а можете взять какую-то другую программу, которую вам требуется выполнить для базового нашего корректирующего лечения. Поэтому вот такой короткий биорезонансный режим, он позволяет пользоваться этой программой, когда вы считаете, что вам бы лучше иметь хорошее настроение и силы для какой-то работы. Немножко длинноватая, кажется, на первый взгляд программы сегодня, но что сделать, мы работаем с вами не с суставами и даже не с геморрозом. Мы с вами постоянно заботимся именно о довольно сложных самих подкорковых структурах и взаимоотношениях с нашим организмом. Программа сделанная с аналогичным антидепрессивным уклоном для биомедиса. Та также имеет длительность 20 дней. Здесь вы видите, естественно, мы не забываем, что а вдруг вы решили взять именно эту программу одну, а остальное все не стали делать, предыдущие две программы, и вы преследуете только одну цель. Тем не менее, здесь присутствуют и противопаразитарные, противовирусные элементы, которые снимают инфекционно-токсические причины депрессии, сами антидепрессанты как таковые, и детоксикацию, которая, естественно, необходима для того, чтобы гепталамус работал нормально, ритмично и обеспечивал нас тем самым антидепрессантом веществом, которое часто называют веществом часами нашего организма. Часами не в том смысле, чтобы вы просыпались в определенное время, а часами веществования витализации и энергии. Поэтому присутствие здесь такой программы как витализация 1 и 2 не должно вас нисколько смущать. Вам нужен приток жизненной энергии, если при депрессии вы чувствуете дефицит этой энергии. Поэтому здешняя именно эта программа снабжена этими программами. Конечно, вегетативные нарушения и обязательно очень неплохая программа, которая носит название 7 чакр. Она позволяет восстановить активность и вегетативной, и гормональной системы и помочь вам вновь обогатить свой организм энергетикой здоровья и энергетикой положительных эмоций. Весь курс занимает около 20 дней. После этого обычно повторяем также сделаем небольшой двухнедельный перерыв и можно повторить эту программу. Обычно уже после первого выполнения программы человек чувствует себя совсем иначе и относится к жизни иначе, нежели до выполнения самого этого блока. Он довольно на ваш взгляд может быть громоздкий, но тем не менее симптомы мы постарались учесть все, даже раздражительность, которая является один из самых, составляет один из самых таких неприятных моментов этой программы. Иногда мы с вами забываем что-нибудь, особенно если чем-нибудь озабочены. Провалы в кратковременной памяти конечно учащаются с возрастом, удлиняются, сложнее как-то вспомнить что-то, но тем не менее программа с мышлением и с памятью они могут возникать не только в пожилом возрасте, может возникать и раньше. Причиной этой являются те самые нарушения, о которых я вам говорил, нарушения настроения, психики, эмоции, наличия какого-то токсического или вирусного начала. Поэтому начинать прием каких-то сложных программ, которые называются болезни Альцгеймера, все-таки не стоит элистарческого маразма. Это разные вещи. Попробуйте сделать еще все наши программы, о которых я говорила, и сделать биорезонансную программу для того, чтобы скоррегировать проблемы с памятью, потому что память у человека связаны между собой. Кстати, такая программа довольно длительная, но зато она приносит, особенно людям, которым за 40, очень хороший результат. Вот это дельтовская программа. Вы видите перед собой 40 дней программы, и мы рекомендуем повторить этот блок через месяц, потому что каждый этой программ содержит довольно много программ, они занумерованы. Если вам покажется, что нагрузка этапа, предположим, каждого из указанных длинней, чем вам, хотелось бы, можете разбить, сделать утро, вечер. Можете первый этап разделить на первый, второй. То есть количество этапов у вас увеличится, но эффект от этого меньше не станет. Не надо только делать два раза каждую программу. Это не нужно, потому что вполне достаточно бывает выполнения одного раза каждой программы. Перерыв нужен, чтобы центральная нервная система воспринимала именно тот биорезонансный набор частот, который мы ей предлагаем. Аналогично 40-дневной мы сделали программу и для коррекции памяти в аппарате Биомедис. Поэтому здесь вы видите и все проблемы, которые есть у центральной нервной системы. Здесь и с одной стороны вы видите нарушение эмоционального фона, нарушение процесса соточения, способности вспомнить этот центр памяти, сама программа память, лимбический центр, который собирает его единое целое, если есть что собирать. А для того, чтобы это собирать, нужно естественно кровоснабжение и поглощение кислорода клетками коры подкорки простимулировать. Эта программа здесь присутствует. Ангиоспастический эффект, понятно, сформулировали достаточно по-научному, но тем не менее он относится к вопросам улучшения кровоснабжения головного мозга. Головной мозг получает больше крови, больше ликвара, о котором я уже говорила в предыдущем нашем материале, то есть внутреннее питание, внутреннее кислородоснабжение, это все осуществляется. Мы стараемся воздействовать и на не только кровообращение головы, но и на паразитарную составляющую, которая всегда присутствует при всех проблемах центральной периферической нервной системы, поэтому наличие таких программ, как сим-чакр и противопаразитарная программа общая такая, она подразумевает, что вы сделали эту программу тоже 40-дневность, повторение, все это вы сделаете, но помните одно, вот взять одну такую программу памяти, лучше будет конечно память, кто бы спорил, но все-таки лучше сделать все программы, о которых мы сегодня говорили, сочетание этих программ логично, они идут как бы этап за этапом, двигаясь к одному общему результату, который мы должны иметь, мы должны иметь крепкие нервы, надежную память, ну и естественно здоровье, вот собственно что я сегодня вам хочу, ,